Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я, ее ведущий, Валерий Седов. В этом году движению ЮИД исполняется 50 лет, поэтому давайте посмотрим сюжет в честь этого события. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожно-транспортного травматизма. Сегодня ЮИД празднует юбилей. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем 50-летие структуры, которая находится на перекрестке деятельности двух важных сфер государственной жизни. Это образование и госавтоинспекция. И трудно сказать, чей, собственно, сегодня праздник больше – людей в погонах или людей, которые работают в школе. Самое главное, что сегодня праздник для тех, для кого мы работаем, для наших детей. Участники ЮИД рисуют стенгазеты, проводят мероприятия в школах и детских садах, разрабатывают карты безопасных маршрутов от учебных учреждений и до дома. Сегодня во Дворце молодежи собрались региональные представители творческого объединения со всей Рязанской области. Отряд, видимо, существует с 2010 года. Ежегодно в наш отряд поступает порядка около 10-12 человек, учащихся 3-4 класса. И они, в принципе, провожают свою деятельность вплоть до выпуска из школы, соответственно, проходя разные направления у нас. Изначально сама подготовка идет больше нас именно к безопасному колесу, в котором мы участвуем, и были неоднократными участниками финала всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Соблюдение закона и этических норм – вот главные постулаты детско-юношеского движения. Сегодня самых выдающихся школьников наградили за участие в конкурсах «Безопасная дорога детям и сердце от Даю ЮИД». Я участвовала в конкурсе по правилам дорожного движения. Заняла второе место со своей командой. Нужно было знать медицину, отвечать на вопросы по медицине, по правилам дорожного движения, а также составить безопасный путь от школы до дома. ЮИД помогает школьникам не только в изучении безопасного поведения на дорогах, но и в профильной ориентации. Ведь многие из этих юных инспекторов уже решили связать свою жизнь в будущем с госавтоинспекцией. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сейчас мы находимся в 75-й школе вместе с командой под названием «Стоп». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, Денис, как представитель команды, расскажи нам, почему ты вообще решил стать частью движения ЮИД? Меня пригласили попробовать, и я согласился, потому что хотел узнать что-то новое и узнал достаточно много нового. А вот новое, что нового ты узнал? Я узнал очень много в медицине, в правилах дорожного движения. Для меня новое стало почти все. Я раньше немного о знаке знала, а теперь я знаю много знаков о медицине. Как давно ты в движении ЮИД? В движении ЮИД я уже два года. Как ты стал частью команды? То есть у вас были какие-то вступительные экзамены, что-то еще? Или ты просто пришел, попросился или стал? Нет, нас четверых пригласили, и мы все согласились. Но вот расскажи уже, в каких конкурсах, может быть, успел поучаствовать, в каких акциях? Мы все участвовали в конкурсах, в одних и тех же, в конкурсах про медицину, по разным дорожным знакам и по знанию велосипедов и дорог. Ну вот расскажи, как участвовали в этих конкурсах? То есть тяжело было, не тяжело было? Как готовились к ним? Мы готовились к ним достаточно усердно, и конкурсы были, в принципе, ожидаемыми, но все-таки было немножко тяжелее, чем мы ожидали. Да, нам давали разные билеты, мы их проходили, нам что-то объясняли. Та же самая практика на велосипедах, мы тоже вот на заднем дворе тренировались. Ну, в итоге все четвером пошли на конкурс. Что было тяжело? С чем столкнулся? Из того, что не был готов или, может быть, был слабо готов? Что было такое самое тяжелое? Самое тяжелое, думаю, для меня была медицина. Что по медицине? С чем там столкнулись? Потому что нам-то понятно, мы вот уже люди взрослые, авторюбители, у нас там в госавтоинспекции, когда мы еще на права сдавали, у нас там вопросов по медицине была уйма. Какие вопросы по медицине у вас? С чем вы сталкиваетесь? Мы сталкивались с степенями кровотечения, с переломами и с разными ожогами. А самая простая какая для тебя часть была? Что самое легкое во всем? Думаю, самое легкое для меня, наверное, переломы были. А вот если не брать медицину, а в целом, то есть по конкурсам, что самое легкое? Самый насыщенный этап, вот как мы сколько не были, сколько не снимали, это всегда движение на велосипеде, ребятам всегда вот эта часть нравится, когда особенно еще выстраивают площадку. Что для тебя было самое легкое или наоборот самое такое прикольное, что больше всего понравилось? Ну, самое прикольное, самое легкое, это была вот эта вот авточась на велосипедах, объезжали препятствия, было очень интересно. А как вы справились с конкурсом? Какое у вас место? У нас второе место мы заняли, и было все достаточно нормально. Но нам природные условия не совсем были в нашу пользу, потому что в это время шел небольшой дождь. А это вот как раз конкурс, который проходил в лагере Сатурн, или это какой-то другой конкурс? Нет, сначала он проходил в Рязани, своих городов, а потом победители поехали в Сатурн. И вы как раз были в числе этих победителей. И в Сатурне вы заняли второе место? Да. А теперь второе место вы отправились на какой-нибудь следующий этап? Нет, мы не отправились. То есть только победители? Да. Почему второе место? Что помешало первое место взять? Думаю, помешала наша небольшая несобранность, и немного помешало, думаю, то, что мы были в новом месте, и мы там были первый раз. Расскажи, может быть, про акции, в которых вы участвовали совместно с госавтоинспекцией. То есть госавтоинспекция обычно очень много акций проводит с представителями ЮИДа, то есть и останавливают водителей, напоминают им правила дорожного движения. И к 9 мая устраивают памятные акции, и устраивают акции, где рисуют на асфальте разные надписи. И устраивают даже акции, мы снимали вот рядом как раз с вашей школой, это переход по зебре. Может быть, в каких-то из этих акциях успел участвовать? Да, мы немного затрагивали акцию «Переход по зебре» и рисовали разные знаки. Это конкурс про гаг на дороге, мы его брали, потому что хотели напомнить водителям про безопасность на дорогах. А ну а вот разные знаки где вы рисовали, на каких переходах? Мы рисовали у нас рядом со школой на переходах знаки разные из мелков. А что это были за знаки? Мы рисовали на дорожные знаки «Искусственная неровность», «Пешеходный переход». Я знаю, что вы еще ролик снимали для некоторых конкурсов. Что это за ролик и о чем он был? Да, мы снимали ролик, это был в виде видеоклипа. Там мы и рассказывали одновременно про разные правила, и при этом была песня. А про какие правила вы рассказывали? Про правила дорожного движения и про правила движения себя на дорогах в темное время суток. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И потом мы еще учили движение. Это тоже было очень сложно. Но в итоге мы сняли ролик, и по ролику это мы заняли первое место в роликах. Ну вот расскажи, то есть ты в движении UIT уже не первый год. И расскажи, может быть, сам для себя, какие новые правила ты уяснил, какие важные моменты ты уяснил? Я начал больше знать и соблюдать правила ПДД, не нарушать их. Ну я и так их не нарушал, в принципе. Вот. И узнал много нового в медицине. Ну вот расскажи правила ПДД, которые ты начал соблюдать. Что такого, чтобы вот ты и рассказал, может быть, своим одноклассникам нам, другим школьникам. Что такого важного? Вот ты узнал, что нарушать нельзя. И как там? Хочу сказать, что никогда нельзя нарушать правила дорожного движения, когда ты переходишь по пешеходному переходу. Потому что сейчас, в данное время, очень много не очень осознанных водителей. И они очень часто, несмотря на знак светофора, на регулировщиков, они не смотрят ни на что и просто едут. И поэтому нужно всегда смотреть на пешеходном переходе, ездить ли машины. И на середине тоже нужно посмотреть. А продвижение в темное время суток? Вот ты тоже про это упомянул, что это тоже стало очень важным. Что продвижение в темное время суток? Очень важно то, что нужно носить светоотражающие элементы, чтобы ты был заметен. Носить фликеры для меня оказалось странным, потому что это было только летом. То есть летом это было реально странно, потому что солнце светит фактически очень долго, и смысла нет. Но зимой, я осознал, что зимой это очень нужные элементы на одежде, и их использование может даже спасти жизнь. Что это за светоотражающие элементы, и где их нужно носить, расскажи нам? Светоотражающие элементы, если идти со школы в темное время суток, то нужно быть на куртке. В данное время, потому что сейчас уже декабрь, много снега. На куртке, на рюкзаке, может быть на обуви какие-то элементы маленькие, и на шапке. То, что ты вступил в ЮИД, как-то изменило твое отношение, ну может быть, с одноклассниками, с родителями, в том плане, что при переходе дороги, или при переходе в неположенном месте, ты начинаешь уже ребятам и знакомым говорить, нет, давайте, здесь не надо, что-то родителям какие-то правила напоминать, или такого нет, с таким не встречаешься? Нет, я встречаюсь с этим очень часто, и родителям очень часто напоминаю, и у них, можно сказать, не остается выбора, как послушаться меня. То есть движение ЮИД на тебя, как на такого правильного гражданина, повлияло очень хорошо. Хорошо. Так, а как-то вот после ЮИДа планируешь связывать свою жизнь с госавтоинспекцией, или пока еще не решил, пока еще рано об этом говорить? Ну, думаю, пока что еще не решил, но скорее всего, да. Ну вот расскажи, может быть, о предстоящих конкурсах, то есть мы с тобой все говорим о конкурсах, которые прошли, о конкурсах, которые были, может быть, есть конкурсы, которым готовитесь сейчас? Нет, сейчас мы пока что не готовимся никаким конкурсам, но все равно мы время от времени повторяем правила. Ну вот расскажи, как проходят занятия движения ЮИД, то есть в чем они состоят? Ну, они состоят, сначала у нас теория была, а потом, если все хорошо, погода хорошая, время позволяет, то мы идем тренироваться на велосипедах. Ну, сейчас, наверное, о тренировке на велосипедах говорить еще рано, у нас на улице снег. То есть у вас сейчас идет теоретическая часть? Ну да. Что на теоретической части сейчас проходит? Теоретическая часть мы в основном все повторяем, потому что мы много чего прошли. Ну, в принципе, есть какие-то элементы в медицине, которые мы не до конца затронули. И, в общем, повторяем все, что знаем и изучаем что-то новое, что они не успели узнать. А с другими командами ЮИД вы встречаетесь? Ну, может быть, в какой-то дружеской обстановке, не на конкурсах, где вы соперники друг друга, а может быть, в какой-то дружеской обстановке? Да, нас недавно приглашали на праздник, там отмечалось 50-летие ЮИДУ. И там мы встретились со всеми командами и пообщались. Ну, вот не в сопернической остановке, не там, где вам нужно показать, что вы первые, что вы лучшие. Как общение с другими командами? Какие они другие команды ЮИДУ? Ну, другие команды ЮИДУСов, они достаточно приветливые, как и мы, они тоже любят завладить себе новых друзей и, в принципе, хорошие ребята. Ну, и вот под конец передачи, может быть, есть какие-то важные правила, которые ты хотел бы напомнить ребятам, может быть, о переходе дороги или о чем-то еще, или в целом что-то сказать? Да, в темное время суток нужно, как я уже сказал, носить фликеры, специальные светоотражающие. Нужно всегда смотреть на пешеходном переходе и не играть в телефон на дороге, не слушать музыку, что бац, отвлекся и ты в больнице, уже с тебя может бить машина. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. «Жизнь и дорога»